Всем привет, стратегические жеужики! Вы слышите главного жеужика планеты Земля Алексея Халецкого, и я продолжаю знакомиться с релизной версией Humankind. А, верховный жеужик? Извините, верховный жеужик? Тут советник жеужиков подсказывает, что я верховный жеужик, да? Правильно. Верховный жеужик планеты Земля, релизная версия Humankind. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику, вот где-то там вот внизу. Посмотрите, пожалуйста, найдите. Всегда лучше смотреть с самого начала. А спонсоры канала, вот это прохождение, могут уже все поискать во вкладке сообщества. Ну, я не обещаю, что оно будет все, потому что я для них выкладывают, прям записываю, сразу выкладывают, и не сразу записано все. Но, тем не менее, там явно больше серий. И еще напоминаю и прошу делать клипы. Пожалуйста, делайте клипы, кидайте ссылку в описании к этому видео. Я из этого соберу такое маленькое прохождение. Ладно, свою огромную рожу убираю уже. У нас тут нумибийцы, нубийцы. Блин, я постоянно вот, знаете, неудачно называю эти, я их с нубией, намибией и с чем только не путаю. Нубийцы, нубийцы. Правильно, правильно, нубийцы, да. Ликование у них. Кстати, а почему мне это показывает? Ходячие подранки источник этой... Ну, какое-то событие произошло. Я вот, кстати, подумал... Помните, я в прошлой серии хотел где-то тут город делать? А я подумал, я керму захвачу, и вот у меня второй город-то будет. Зачем мне самому ставить город? Я буду просто захватывать. Ребят, и все. Территория. Так, у нас три территории обратились в нашу религию. Кто-то нашел чудо-голубую дыру. Как бы это и вульгарно не звучало. Отозвали свои требования. Ну, я там с них постоянно требую, чтобы они отзывали. Так, это наши религии. Видите, как обращаются земли. Отлично. И будем влиять. И сюда я тоже сильнее влияю. Видите, 53% лишаизм и только 41% нубийский политеизм. Через 11 ходов. Если что, вот это сейчас конвертируется, тоже будет влиять, я думаю. О, так там еще и вот та территория. Смотрите, влияет. Отличненько. Так, ладно. Они, скорее всего, сейчас будут на этого скаута нападать. Но мне надо будет воспользоваться. Как-то их тут перехватить. Вот он тут зажат, между прочим. Надо будет в начале хода сразу как-то... Ходить, его перехватывать, чтобы зона контроля была. Ну-ка. Ну-ка. Все, перехватил. Отлично. Так, один ход осталось, и вот эта территория моей станет. А тут давайте убивать. Битва вручную. Так. Ну, я здесь размещу. Только я не очень... Подождите. Я не очень понимаю... По-моему, здесь одинаковая высота, да? У нас, конечно, бонусы скорее на развертывание. Развертывание. Давайте посмотрим. Отряд ближнего боя игнорирует вражескую зону контроля. Особенно хорошо подходит для охоты на стрелковые. Не способен взбираться на укрепление. Но это имеется в виду, за стены города не может проникать. Дает дополнительные деньги, когда уничтожает аванпост или независимый лагерь. Ну, короче, к битве никаких бонусов нету, кроме конкретно силы. Ну, я убью этот юнит, несомненно. Он даже не ходит. Просто убиваем его и все. Минус юнит у Нуби. Это при том, что у нас даже войны с ними пока нету. Ну, я объявлю войну. Так. Новых кризисов я не могу у нее потребовать. Тут пока... А, давайте вот сюда в лагерь встанем. Стоим до излечения. Сейчас будем всех этих скаут... Это у нее чисто скауты бегают, я смотрю. Скаутов будем валить. Ща у меня мои эти рейдеры просто тут... Так, а кто у меня тут еще ходит вообще? 15 науки, 10 культуры. Отлично. Так, 8 поддержки войны. А где у меня этот скаут? Это не скаут, это у меня воин. Ну, я бы его, честно говоря, не возвращал, потому что это воин. Я бы его оставил воином, он потом будет апгрейдиться дальше. Я бы тут вот ходил и следовал территории дальше. С зеленым еще нечем торговать? Нечем. Тут я строю... Ну, в принципе... Все. Так, следующим ходом... Я бы хотел, конечно, этих скаутов. То есть это все будет минус к населению, понимаете? И это все важно. Так, в дубхе обращена в новую религию. В мою. А я прославился как торговец? Интересно. Я ж вроде ничего не делал. Ну-ка. Это... В дипломатии надо смотреть. А, нет, это не я. Хм. Почему ты здесь? Странно. А что сейчас было написано? А, это неизвестный. Это... А, неизвестный. Это просто похоже цвет на мой розовый какой-то. Он просто прославился как торговец. Окей. Так. Два варианта. Либо сюда напасть, либо сюда. Да, мне кажется, сюда. Я тогда... А, слушайте. Я же присоединил. Во, территорию. Зашибись. А что мне не сообщают об этом? Так. Вот эта способность мне нравится. Давайте-ка мы поскачем дальше. Вот эту территорию искать, где тут аванпост, и присоединять ее. А, ну правда у меня денег сейчас нету на это. Ну тогда я просто буду грабить ее. Вон у нее там какие-то празднования проходят. Это способность наших рейдеров, в общем-то, грабить. Больше дает денег. Так, этим... Тогда давайте вот этого попробуем убить. Ну, давайте объявлять войну. Ну, у нас желание войны очень высокое. Пять жителей в Керме. У меня четыре в Ашшуре, но я армия. Но он отступил. Это, опять же, у него минус пять от желания войны. Я думаю, что здесь мы должны вроде неплохо себя чувствовать. Письмо. Можно законы снижать затраты на социальные институты. Дороги автоматически... Вот давайте, давайте дороги. Дороги это круто будет. Между всеми аванпостами сразу автоматически будут проложены дороги. Вот город, я, наверное, я не знаю. Я, наверное, город не могу взять пока. Хотя... Но в любом случае я в эту сторону скачу. Возможно, тут сейчас будем аванпосты грабить. Все равно у него один город у Нубии, правильно? Ну, и этим... О, это, кстати... Да, вон, видите, появился... Нейтральные... 40 монет. Отлично. Может, даже мы сможем обратить эту территорию к себе. Сколько, интересно, это будет стоить? А, невозможно 9 ходов. Значит, все-таки кулдаун есть способный. Ну, это слишком круто было бы. Но, с другой стороны, 4 хода обращать. За это деньги платить. Потом еще кулдаун. Ну, в принципе, мы сейчас будем грабить просто. Аванпосты. Так, а с этими я могу как-то контачить? Это вот замена городов-государств и еще и варваров, как бы, в Humankind. Эти, правда, агрессивные. То есть, они будут периодически нападать без предупреждения. Правда, они далеко от меня находятся. Надеюсь, все-таки не на меня будут. Надо еще посмотреть, нет ли рядом со мной. Вроде нет. Дальше у них направились индивидуализм и мир. Ну, у меня немножко... А, он пока не стал городом. Я вообще не могу никак взаимодействовать. А расцвет сил что означает? Есть собственный город. Типа, есть город, но он не стал городом. А вон другие какие-то нейтральные ребята. Это тоже не животные, а какая-то... Или это животные? А, это животные. 8 науки, 10 культуры. Я не знаю, может, мне кашуру... Так, хорошо, давайте подумаем. Стоит ли мне кашуру... Если я хочу керму захватить, стоит ли мне кашуру вот эти территории добавлять? Хотя вот трешелка будет уже, да? Помните, там меркантилизм позволит что-то сделать. Новое. Я к тому, что... Стоит ли мне ставить... Тратить культуру, чтобы, например, вот эту дубхе... Добавить кашуру. Я пока подумаю. Не уверен. Не уверен. Скаут напал. Ну, давайте, 14 на 13. Битва вручную, давай. Я вообще буду на месте стоять. Но это тупо. Со стороны компьютера он теряет просто силы таким образом. Я стою на месте. Ух ты, чуть больше меня ударил. Но все равно меня убить не может. А я сейчас прискочу своими конями. И как раз его добью. Это считается победа моя. Ее желание воевать уменьшается. У меня наоборот поддерживает. Так, я вот не знаю насчет осады кермы. Но в любом случае, вот этим конем мы грабим аванпост. Блин, 6 ходов. А что там долго? Этим конем... Так, не могу я до того... Или могу? А, так он вообще умер? А куда делся скаут? Или он отступил, мне кажется, куда-то? Ну, давайте я сюда встану. 21, 52. Там 52 силы внутри. Ну, то есть захватывать тяжело. Пойдемте-ка грабить. А вот это я могу пограбить? Невозможно сделать пока цель не видеть. Но, по-моему, у них способности чисто на аванпост или лагерь. Видите, чисто на аванпост. Так что, наверное, поскакали дальше. Не буду пока... О! Вот этого мы уничтожим, парня. Ну, давайте вручную. Я еще и на более высокой территории нахожусь. Так, куда он тут делся? Да, за три атаки... Все уничтожу ему. Ну, слушайте, Ассирия очень круто выглядит, потому что у нее вот этот уникальный юнит очень быстро появляется. Там у нубий, я помню, ну, им как минимум влучников надо. Это хотя бы вторая теха. А у меня это первая теха. И я еще и в животноводстве прям сразу. Что-то желание воевать минус 16 уже у нубии. Так, торговля без ограничений. А давайте. Мы с зеленым в хороших отношениях. У меня тут вот один нехороший человек только безобразничает. А что у нее за районы? Нужно как-то увидеть. Так. Стоим. Воруем. Машина, наверное, вверх исследуем. Это медведь, кстати, агрессивный. Может напасть на него? Нет, туда надо. Наверное, сам нападет, я думаю. Так. Тут мы продолжаем. Но я думаю, что... Ассирийских налетчиков достаточно? Четыре штуки. Надо, наверное... Амбар. Блин, еще и река. Вот я еще во время OpenDev'а говорил. Говорил. И тут, видите, вот... Когда вы ставите районы, например, игра все очень хорошо показывает. Вот, например, район, да? И она предлагает, что вот тут у нее больше всего будет производства. А вот эти здания, которые, например, амбар, две пищи на группу земли, ну, имеется в виду вот на этих жителей, она не пишет, сколько вот это здание мне сейчас даст еды. И особенно меня интересует вот паводка ирригация, она дает еду от реки. Когда вот тут вот на реке, например, плюс два, да? Вот тут река, вот тут реки идут, будут считаться. Вот эти реки, вот тут раз, два, три, три клетки. Но я не понимаю, какая из этих зданий мне лучше по еде. Я, наверное, возьму все-таки хлев сначала, потому что это будет плюс шесть к еде просто вот так. А каждая... Ну, тут еще тоже... Вот это тоже плюс шесть. Еще и ячейка дополнительная. Наверное, все-таки сначала амбар надо будет строить. Потом я подумаю, а что у нас со счастьем? Значит, со стабильностью нормально. Это... Это норм. Сделывающие землю харапцы. Вы с той же вероятностью увидите их каналы и земледельцев, с какой... И дальше я не успел. Ну, короче, я встретил черных. Чрезвычайно рады знакомству. Вы тоже считаете, что мы должны быть готовы пойти на любые жертвы ради блага империи? Ну, давайте... Торговлю предложим. Да, они согласны. А где мы их встретили? А, вон они сверху. Блин, не могу к этой пройти. Ну, давайте искать, где они. Что, медведя завалим? Давайте вручную... Я сюда поставлю. Хотя... Я сюда буду первое атаковать. Не, надо тут... Он явно ко мне не будет подходить. Он вниз спустился, наоборот, отлично. Минус 64. Да, тут медведь... Медведь сглупил. 10 монет, нормально. Так, вот этого я бы вернул, чтобы вылечить. На самом деле. Тут уже, видите, конец карты. Тут, видимо... Только вот здесь какой-то еще аванпост может быть. Поэтому пока возвращаем вот сюда. Тут будем грабить. Здесь на своей территории лечим. И последний скакун. Не знаю, я думаю, что если я их вчетвером объединю, то я захвачу керму. Но я хочу сначала ими пограбить. Раз у нас такая возможность. Ну и такой бонус ко всему этому. Так, ну религия моя зашибись. Здесь распространяется. Сколько уже? 9 последователей. Ну, мне кажется, хотя бы как минимум вот эту территорию точно можно городу. Но это будет минус к... Город получит штраф к стабильности. Да, и 230 культуры стоит присоединить. Мне кажется, наверное, пока рано. Я думаю, пока рано. Ашур, прирост населения. Что это тут? Кто ходит? Просто скаут. На что он надеется? Так. Давайте. Вообще, аванпост... Ну, судя вот по этим обработанным клеткам, он должен где-то тут быть. Или вообще вот здесь? А, вот административный центр. Точно. У него там лошади как раз. Все грабим. 4, 6, 4. Так, ну этот дополнительный просто... Не знаю, может на этого напасть. Фиг ли он тут вылез? Это кто вообще? Это уже военный. Ну-ка, еще нападаю. Я думаю, что один на один я его побью. Так, давайте... Сюда поставим. Он будет тут... Не будет? Ну, то есть, мне достаточно, видите, вот сюда встать. И... Стоять здесь. И будет считаться, что... Блин, а что он... Так, подождите, а почему он... Почему он мне сейчас больше нанес урона? Странно. Ну, это какой-то рандом сейчас прошел. Что, типа, я ему мало урона нанес. Я его даже убью, походу. Отлично. Так, я бы, наверное, объединил их в одну армию теперь. Потому что иначе... Следующим ходом, если нападут на этого раненого, ему хана может быть. Блин, собрал руинку этот парень. Нехороший. О, тут бегуны. Я, наверное, не буду нападать. Просто мимо пройду. Зачем нам отношения портить? Так, а почему он прекратил грабить? Извините. И... Что у нас в Ашуре в плане роста? Идет рост. Четыре. Может, нам быстрее амбар достроить? Это позволит и расти быстрее, на самом деле. Три хода. Так, все еще три. Все еще три. А так... А, тут уже максимум. Значит, нету смысла. Не знаю, может, на деньги посадить? Или пускай пока... Давайте пускай на рост. Пока пускай на рост идет. Да, кстати, я еще забыл. Я же могу, например, юнитов, чтобы они появлялись вот здесь. В этом военном лагере. Еще шелк бы тоже не мешало бы обработать. Но пока... Пока я бы на юниты делал упор. Священная земля разблокирована другой империей. Можно присвоить новое чудо. Но это за культуру. Я, кстати, думаю, что вполне. Никто еще... Кстати, а священная земля это что? Постройте святыню. Ну да, этим я не занимался сейчас. Так, территория. Талиман обращена в лишаизм. Когда вы набираете определенное количество культуры, 250, как я понимаю, то вы, потратив эту культуру, можете присвоить себе какое-то чудо. Оно не будет построено. Вам надо будет строить. Но уже больше никто другой его не построит. Так, пирамиды Хеопса. Минус 25 изменяет стоимость промышленности на 25... Округ. Округ изменяет стоимость промышленности на 25%. Хрен знает, что бы это значило. Добывает драгоценные ресурсы из используемого источника. Стабильность за государство-единоверцы. В столицах империи, исповедующих ту же религию, плюс 5% к пище. Интересно. И, кстати, считается святыней еще, к тому же. Ладно, храм Артемиды. Ваши отряды игнорируют штрафы перемещения по лесам. Ну... Кстати, тоже считается святыней. Да, давайте Стоунхенш попробуем. Может, как-то через религию поиграем. Ну, вот, 250 культуры стоит. Присвою. Пока мне культуру девать некуда. Присоединять территорию я пока не буду. Так, значит, теперь объединяем. Вот так делаем. Кстати, может мне этот охотничий отряд уже в Ашур добавить? Кстати. Кстати, да. Че он тут стоит? У меня уже армия есть. Он, конечно, прокаченный на ветеранство. Но зачем мне скауты? В принципе. Они потом, конечно, будут там апаться. Он, опять же, в скаутов что-то неинтересно. Я понимаю, что он ветеран. О, тут еще и какую-то пирамидку построил. Ну, 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 бия. Интересно, кстати, где черный, в принципе. А, вон где Хараппа. Ну, далековато. По идее, кто-то... Какая-то еще должна быть культура. Еще одна на карте. Ну, на моем континенте. У нас два континента, 10 культур. Я думаю, пополам должно быть. Не понимаю, почему тут меняется постоянно разграбление. Норм. Так, что у нас с желанием войны? У него тут претензии есть, которые он, кстати, не выдвигает. Такой решил, что... Не, что-то... Претензии выдвигать себе дороже в данном случае. Талиман. Это вот не города, а... Аванпосты. Но тут тоже могут расти население. Видите, один из четырех написано. Так, а что ты тут бегаешь? Тебя тоже убить? Ну, кстати, надо бы убить. Пожди, я его не убью, по-моему. Или убью. Не, должен убить. Тут хорошая территория. Блин, он туда встанет, скорее всего. Блин, он тут вот у меня в тылу. Тут два хода осталось. Тут пять. Вот тут один ход осталось. Я сейчас разграблю. Наверное, не, не буду трогать. Я добегу до него. Давайте... В город. Не то нажал. Так. После амбара. Может, еще одного налетчика? Два хода всего строится. Тем более, за счет амбара мы будем быстрее расти. Я думаю... Две... Ух ты, а что это такое? О, это ко мне, видимо... Неуверенность. Ко мне, видимо, торговля пошла. Нет? Почему тут вот мекен... Мекенцы имеют здесь особые интересы? То есть... Ну, здесь лошади. Почему они имеют особые интересы к моему... Ну, и тут аркад. Тут какая-то идет торговля. У нас тут идут торговые пути. Только почему я их не вижу? Может, это торговля... Да, мы договорились с империей мекенцы. То есть, у меня мекенцы что-то покупают. Но... Как это влияет на меня, непонятно. Так, хранители веры. Необычный спор разгорелся между двумя храмами в городе Ашур. Каждый из них представляет одну из ветвей, на которые делится религия лешаизм. Священники одного из храмов утверждают, что все религиозные дела нужно доверять исключительно хладнокровным и рациональным... Хотел бы прочитать, джевжикам. Нет, мужчинам. Тогда как жрецы другого уверены, что справиться с ними способны только женщины, которые от природы приспособлены взращивать новую жизнь. Необходимо остановить эти споры, пока они не переросли в открытые столкновения. Кому мы доверим руководить нашей религией? Ну, варианты. Мужчинам и женщинам или тем и другим? Кстати, вы как считаете, кто должен руководить религией? Ваше мнение в комменты, пожалуйста. По мне так... Почему обязательно должен быть какой-то пол определенный? Что те, что другие? Ну, я как бы так и выберу. Это по традиционализму идет, это идет по прогрессу. Хотя у меня... Хотя серия сейчас больше на традиционализм немножко сдвинута. Так. О, тут аж две руинки я нашел. Неплохо. Древний клад плюс двадцать. И... Культура Харапца нашла потрясающую достопримечательность. Безжизненная местность. Пункт лент. Ну, видимо, они раньше меня нашли, поэтому написано, что они. Так. Когда будет двадцать пять последователей, я смогу догму принять первую какую-то. Пока еще никто ни одну догму не принял. А, смотрите, особый интерес я могу... Кого вы хотите известить об этой метке? Подожди, так это мекенцы поставили метку, что у них особый интерес сюда, я не пойму. Это они сами метку поставили? Вот непонятно с этими метками. Раньше этого не было. Вот это автоматически создается, когда караваны ходят. Это да. А вот что за особый интерес? Мне как-то следующим ходом дороги появятся. Вот, кстати, они и появились. Видите? Между караванами... Между аванпостами и районами прокладываются вот так дороги. Так, разграбили. О, чувак тут тоже объединился. Ух ты! А вот у него и лучники-то сети. Но у меня, по-моему, мои юниты как раз против этих лучников должны хорошо быть. Так что... Давайте нападем. Пошли в организацию войска, чтобы можно было вводить действующие армии в качестве подкрепления. Это важно в моем случае. Звезды науки. Блин, я почему-то по науке хорошо иду вместо своей экспансии. Я не понимаю... Я не понимаю, почему у меня три... Только три территории засчитывается. Хотя у меня, очевидно, территорий больше, чем три. Раз, два, три... Четыре, пять, шесть. Я могу только предположить, что считаются только те, кто к городу присоединены, но это странно. Так, ну нападаем. Правда, раненые. Я бы вот отсюда напал, сверху. Тоже очень важно это все учитывать. А, плюс я еще сразу полечиться смогу, между прочим. Между прочим. И отступили. Очень хорошо. Фига он отступил. Это я метку поставил, кстати. Так, разграблено. Это я 51 деньгу получил, да? Ну, я бы, наверное, дождался разграбления этих территорий. Просто объединил бы. Плюс к этому сейчас еще тут появятся у меня рейдеры. И пошел бы все-таки на керму. Единственное, я не могу пройти... А, подождите. Может мне... Там осадные юниты, по-моему, сами по себе строятся. То есть вот эти тараны, это более новые осадные юниты. Просто мне нужны осадные юниты, чтобы стены... Иначе я город не заберу. Как там вообще у... Нуби высокое желание войны почему-то. Ну, а что они так далеко отбежали? Это из-за... Из-за дорог, что ли? Я бы за ними тут поб... Ага, вот еще кто-то у нас тут стоит. Еще одна победа. Просто даже не воюя, минус 10. Нормально. Такие, конечно, пустынные территории у... Хараппы. Совсем не Хараппа. Получается. Так, следующим ходом тут все будет разграблено. И... Разграбление состоялось. Все, видите, эта территория пустая теперь. 47 монет. Красота. Так, что у нас тут с ростом? Все равно следующим ходом будет население. Давайте переставим на производство. А, нет, это уже 3. Так, следующим ходом. Угу. Ну, видите, компьютер соображает, что ему тут невыгодно в битву вступать, поэтому он периодически отступает. Что, я тут тоже подожду. Давайте я объединю с этим. Да, я могу ходить по территории без открытых границ. Ух ты, пустыня Мохаве. Бывал я там, бывал. Аккад. Вот, кстати, почему Аккад не в составе Ассирии? Аккадцы коллективисты тради... Мирные почему-то. Аккад не был мирным. Но я думаю, что это... Вот это случайно генерируется. Я не думаю, что там... Аккадцы типа всегда мирные и... А, эти... Кто тут? Гексосы всегда агрессивные. Кстати, гексосы... Во, гексосы. У меня тут гексосы появились. Вот это не очень приятно. Лулубеи. Гексосы не очень приятны. Сейчас начнут нападать. Вот отсюда. Они, скорее всего, начнут. Аварис. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда это ты тут? Смотри-ка. Ну, убийцы наделали армию. Два лучника. Ну... Ну, надо нападать. Правда, я... В худшей ситуации, но... У меня юниты, по идее, как раз против них. Тут он в хорошем... В хорошем месте стоит. А, слушайте, я так могу отбежать? А этим могу как-нибудь сюда пройти? У меня, кстати, видите... Зону контроля игнорируют. Ну, ладно, надо тут собираться, я думаю. И нападать. Тут хотя бы поля какие-то, ну. Он, мне кажется, отступит снова. Нет. Так, вот это важно. Но тут проблема в том, что не очень хорошее место. Для битвы. С другой стороны, у него контроль флагов в хреновом месте. Наверное, знаете... Да нет, так. Оставлю. У меня нету зоны контроля для моих юнитов. Это очень круто. Сейчас мы просто... И, кроме того, против лучников очень неплохо работает. А он еще и не объединил армии, по-моему. То есть у него только три юнита есть. У него единственное, видите, плюс четыре от высоты. Но уязвимость в ближнем бою. Так что мне как раз надо именно лучников мочить здесь. Эх. Немножко не пробегаю, но же... Что поделать? А, убил? Отлично. Так, этот мне ничего не сделает. Он на той же высоте, так что я буду этого контролировать. Так, ну, походу, я армию нуби уничтожаю. А на него зона контроля моя действует. Так, тут минус. И остались... Чистомечники. Давайте сюда встанем, чтобы было больше плюс два, видите, от союзных отрядов. Я могу флаг контролировать, но я, конечно, хочу его юнит просто убить и все. И тотальная победа просто уничтожена. Звезда эпохи за уничтожение юнитов, видимо, да. Как там желание войны? Ну, еще даже до половины не опустилось. Ты смотри. Так, а добегу я до этого лучше? Добегу. Вот это, видите, он не вступил в битву, потому что он отдельно был. Он не объединил их в армию. И он не... Пока не открыта возможность... Обе стороны равны, интересно. Ну, где же они равны? Я явно наношу больше урона. Ну, в общем, минус армия. И нам осталось... А, слушайте, я не разграбил эту территорию, да? Но мне надо было напасть на... Эту армию уничтожить. Это надо было. Так, давайте тут ходить смотреть. Рынки какие-то будут. Так. Что у нас тут с ростом и строительством? Три хода. Три хода. А так. Четыре-два. Нет, давайте три-три. Не то, чтобы мне срочно нужны были коники. Я их тем более... А могу их сразу вылечить, интересно? Ух ты, могу. Ну, давайте следующим ходом. Мы ход не теряем при лечении. Посмотрим, что будет. Может, сейчас все-таки попробовать на керму напасть? Мне кажется, что... Должно быть послабее. Два жителя в керме всего лишь. Два. Давайте вылечим... Всех раненых. Ну, я думаю, надо идти на приступ. И мгновенное разрешение. Отлично. Культура Миккенса дает доступ к вашему ресурсу. А, это у... Подождите, это у этих, что ли, медь? А я не вижу у них... Да, точно. Так, хорошо, так... Нубия разве не уничтожена теперь? Или у нее где-то юнит бегает? Наша империя ликует. Великий город Керма наконец-то захвачен. Но хотя теперь покоренный город принадлежит вам, нельзя забывать о том, как трепетно его жители относятся к своей богатой культуре и традициям. Как мы обойдемся с их обычаями и традициями? Так, культурное обогащение. Давайте посмотрим. Монокультуризм или мультикультуризм? Это дает стабильность, это дает влияние. Что у нас вообще по стабильности? Вот проблема в том, что я так понимаю, что пока мы не уничтожим нубийцев, Керма не считается моим городом. Видимо. Он просто оккупирован. Хм. Так, затопленные земли. Понадеяться на удар... Не, лучше давайте адаптироваться, то есть мы заплатим деньги. Конечно, было бы лучше защитить, но у нас только нет денег. Попробуем откупиться частью. Где-то бегают явно еще юниты нубии. А, вон, смотрите, он Кокиболка поставил. Ах ты, Кокиболка маленькая. Сейчас я до тебя доберусь. Кокиболит он мне там... Четыре хода ставится. Я думаю, успею раньше, чем он поставил. Там где-то этот юнит нубии. Так, ладно. Примем... Я, наверное, мультикультурализм приму. Все-таки. Чтобы влияние капало. Говорят, что сплавы прочнее чистых металлов. Посмотрим, применима ли эта практика к человеческому обществу. О, древний клад. Немножко денежек. Блин, надо было сначала походить, я бы тогда 120 мог заплатить. Чтобы в Ашуре не так наводнение сильно влияло. Так. Керма захвачена. Минус 5 от отсутствия столицы, минус 4 от захваченных городов, минус 3 от низкой стабильности, минус 8 от поражений в битве. Но, видите, не уничтожено еще. Победа в войне близка. Мне кажется, меня автоматом отберут. Скорее всего, столицу у меня такое ощущение. Так, давайте я вылечу. То есть, тут невозможно вот прям так. Правда, лошади капает. А, вот могу принудить, чтобы он мне отдал. Керма. Канг. Какиболка. Но он не станет вассалом, но мне Керма, Канг и Какиболка. Зато, а то я не знаю, кем он там будет вообще, как он будет бегать. Просто принуждаю к капитуляции. Кайф. Все. No man down. Ачивку получил. О, Керма, я понимаю. Так, две территории, да? Давайте, наверное, так, теперь у меня два города. Ну, я бы, наверное, Керме, Дубхе присоединил, Акашуру, тогда Алиот и Талиман. Так бы я действовал. И вон у меня, кстати, бегут на меня нападать уже гексосы. Гексосы. Чуть не добегаю, но где-нибудь тут встану. А, вот, добегаю. Сейчас мы гексосом нагексочим. Блин, у него, правда, копейщик как раз против верховых юнитов, но я, наверное, сейчас побегусь ими воевать, этот Аварис. То фиг ли они тут? Что, я зря, что ли, юниты строю? Так, ну мне теперь в следующем ходе я чисто соберу руинку тут. Так, подожди, у нас тут, по-моему, где-то чувачок тоже руинки собирает. Вот так. 20 монет, отлично. Сюда пойду исследовать потом. Так, ну нападаем на гексосов. И они даже не отступают. Вау, ну давай. Битва вручную. У меня уже один прокачанный, смотрите, ветеран. А, закончу развертывание, так, норм. ну начнем наверное с мечника, причем я вот так как-то встану. Потому что у него нету бонуса против верховых юнитов. Ух ты, он еще и выжил. Так, ну я не знаю. Вот не хочу на копейщиков нападать, потому что у них есть сила. А, он кати не ходит. Ну отлично, тогда убиваем. Да, но у меня теперь мало. Так, у кого больше хитпоинтов? У этого 65, у этого 58. Значит, этим надо подходить. Ну, кем я атаковать буду? Этим, но этим я тоже подхожу и становлюсь сзади, чтобы бонус давать к силе. Проблема в том, что у него, видите, плюс 8 от кавалерии. У него плюс 8 к силе, потому что кавалерия. У меня только плюс 2 от союзных, и он еще наравне стоит, то есть мне приходится довольно много терять. Он еще и в защите, блин. Блин, может я его зря так колупаю? Сейчас меня убьет юнит и все? А, нет, только нет, нет, ну я дебил, ну я зря вот это сделал. Зачем мне было терять юнит сейчас вообще? Черт. Блин, хватит мне его убить, интересно. Ну, при хорошем стечении обстоятельств должно хватить. 12. Блин, у меня вот этот, мне, слушайте, мне надо лучше сказать, у меня вот эти антикавалерийские юниты реально минус еще юнит. Так, блин, ну это трындец. Просто два юнита потерял, один из которых еще и прокаченный был. На следующем ходу продолжится битва, я, конечно, победю, но ценой двух юнитов серьезно? Вообще того не стоило имху. Так, какие-нибудь тут районы построены. Земледельческий, ремесленный, так, это мы шелк, катя, шелк у нас вообще немерено, я так понимаю. промышленный квартар дает плюс четыре производства, кстати, при наличии шелка, я так понял. мне вот эти все земли надо захватывать. Да, ну, это я хреново, конечно, с гексусами повоевал, мне нужны лучники, несомненно, против антикавалерийских, то есть мои-то юниты хорошие, но антикавалерийские против них неплохо работают. Так, давайте вот уникальный район. Тут вообще жителей нету, что ли? Ну, через два года будут. Так, а игра мне где-нибудь предлагает ставить вообще район этот? Что он там дает? Еще раз, две культуры и плюс десять укрепления округа. Ну, вообще, в керме, мне кажется, не стоит его ставить. А, тут стабильности не хватает. Ну, вообще, тут будет пятьдесят восемь стабильности. А, давайте, наверное, обелиск к богам построим, чтобы распространялось. А, опять же, без стабильности нельзя строить, да? А, вообще, на любой могу, он просто дает, ну, кстати, это и стабильность повысит. Тут у меня будут порты потом, здесь фермы, не знаю, давайте, наверное, вот сюда поставлю как-то, вот так. Пускай девять ходов, можно на развитие как бы с этими с нуби расправился. я не знаю, у него вот этот один юнит, судя по всему, остался, я не знаю, что он будет сейчас сделать дальше. так, мы используем медь, теперь можем кузнецу строить, промышленность за медь плюс 5, сторожевые башни и копейщики. так, у нас продолжается тут битва, мы этого парня добиваем, очевидно, но минус два коня, это, конечно, очень хреновая победа, очень хреновая. Еще шелк, я вот получаю какие-то деньги с этого вообще или нет? что-то не пойму. Не могу ли я сам что-то у мекенцев покупать? Только лошадей, ну вообще можно лошадей купить? Вообще давайте куплю, там хлев будет добавлять. Так, а с этими ребятами? Ого! мрамор давайте с мрамора начнем. Амбра, мрамор плюс к производству за каждого строителя в городе. Наука плюс пять, давайте купим. Шалфей плюс трепища на главной площади. Краски что дают? Промышленность плюс пять за краски. Обсидиан плюс два процента и фарфор деньги. так, давайте а через море дешевле. Хотя обратите внимание, что тут семьдесят четыре и туб 119 119. Ну давайте один фарфор купим. Деньги то у меня есть. Обсидиан купим. Шалфей мы все тут купим. Что откладывать? Единственное, что там гексосы могут это теперь грабить все. Поэтому надо возвращаться армиями и брать под свой контроль гексосы. Так, это заберем. Еще 40 монеток. Ведем на объединение. Так, а где гексосы? Здесь. Ну, нужны так, это у нас будет 2, 3, это 4. Давайте после этого лучников. Хотя бы две штучки сделаем. Тут без лучников у нас не получится ничего. Ходячие подранки. Это то же самое, что было у новийбийцев. Помните? В ходе недавней ожесточенной битвы за город Ашур, это с гексосами, многие солдаты получили ужасные ранения, которые изменили их жизнь. Одних война искалечила психологически, они стали агрессивны, потеряли рассудок или замкнулись в себе. Другие получили физические увечья и теперь не могут передвигаться без костылей или инвалидных колясок. Вид этих ветеранов на улицах вызывает у граждан смесь страха и уважения. Отношение общественности к ветеранам инвалидам будет зависеть от вашего примера. Как нам с ними поступить? Так, воздать им хвалу, тогда будет ликование плюс здесь стабильность на 10 ходов или эксплуатировать их. Патриотизм будет наложен. Дешевле отряды строить. Наверное, будем инвалидов эксплуатировать, ребята. Нам нужно быстрее отряды построить. минус 20 процентов А, кстати, вот победители, смотрите, по всей империи граждан Ликут добирается весть о великой победе. И патриотизм 20 процентов дешевле вот эти отряды все. Давайте после двух лучников надо будет наконец-то наверное Слушайте, а порт я не могу пока построить. Я не представляю. значит, знаете что, вот Дубхе я, наверное, тогда к Ашуру присоединю, потому что тогда будет выход к морю, и я смогу порт строить. Так, бежим объединяться. Тут лечим. постоим пока оно само по себе лечится тоже. Что пока стоим. Так, что тут ко мне хотят мекенцы. Доброжелательность у них теперь. Правда, у них как-то резов вообще мало. Зато я с этими, с харапцами торгую во все. Давайте может пакт о ненападении, хотя у них презрение почему-то ко мне. Интересно, почему. Мы исповедуем разные религии. Мы намного слабее. Офига себе. Они там очень сильны, видимо. мировой деяние. Рарайму кто-то нашел. А это что за деяние Верба Воланд? Где это выполнено? Священная земля. Вот Верба Воланд Скип Траманент. Откройте технологию письмо. А, кто-то раньше меня это открыл. Неважно. Затопленные земли. Ну вот, то, что я там заплатил. Похоже, за один день и одну ночь на город Ашур пролился целый сезон дождей. Горожане пересказывают друг другу безумные истории про плывущие по реке скот, самодельные купальни и потоки нечистот из переполненных отхожих мест. Благодаря вашим стараниям серьезный ущерб был нанесен лишь небольшой части города. Блин, все равно, видите, слегка затопило. Все равно тут есть определенный минус. Но не такой серьезный, как мог бы быть, я так понимаю. так, вот у нас есть, дождемся все-таки еще одного лучника, этого в эту армию тоже добавляем. Так, а что у нас с техами? Я там не могу еще добавлять организация войска через 4 хода. Ну вот я бы через 4 хода и пошел нападать на гексосов, когда я смогу присоединять армии в битвах. В новую религию, в лишаизм перешли. А как у нас тут вообще по религиям? 17 из 25. Окей. У нас пока, видите, нету соприкосновений с другими религиями. То есть там и кстати, никто еще первую догму вообще не принял. 7, 4 последователя, 3. И по культуре то же самое, да? А, слушайте, тут вот нумибиец, не знаю, почему тут в синим отмечено, тут же никого нету. нумибиец где-нибудь кстати, еще что-нибудь основал. Аккад. То есть нумбия еще как бы есть в игре. Мы намного сильнее этой империи, а что с зеленым кстати? Их военная поддержка больше нашей. Эта империя зависит от наших поставок ресурсов, но силы равны. А вот эти ребята могучие. показать карту. А давайте примем. Станет этот независимый народ союзником или врагом, преградой или даром? Их будущее может быть не в их руках. Ну, я думаю, что нам именно с ним союзиться надо. И вот я с зеленым планирую союзиться против черного, потому что черный это нам это зеленый нам открыл карты и мы тут встретили каких-то еще независимых людей. Не, ну, прикольно. Ребят, прикольно. Не знаю, грабить соль или нет. То есть я же планирую это захватить и к себе присоединить просто. Наверное, просто постоим пока. вот такие какие-то пустынные земли. Не знаю, наверное, тоже как-то тут надо еще решать, как тут территория влияет. Я не думаю, что здесь как в Циве. Знаешь, вот в заметке ставит компьютер. Особые интересы имеют мекенцы тут. Каждый ремесленный квартал плюс четыре. Мне бы, Кате, ремесленных кварталов, судя по всему, построить, потому что я как раз отшелкая и не имею бонусов пока в керме должен иметь вообще-то. Как бы это увидеть? Да, вот, плюс четыре промышленности, источник шелк. Но, я так понимаю, что оно не складывается, хотя у меня шелка... А, у меня один пока только шелк. Подождите. У меня добавлен только один, так-то я могу еще обработать шелк. Я понял. Так, ну, наверно, в ашуре мы шелк пообрабатываем. А что я еще могу тут обработать? Так, вроде все. А, вот еще шелк. да, блин. Вот так. Два шелка. В керме после обелиска... Нет, ну, тут все обработано. 180 присоединить к керме, а к этому должно быть дороже, потому что у него больше территории, 330. Ладно, ждем культуру, ждем лучника и нагексоса. О, новая претензия. так, они где-то тут... Ага, вот он тут заселился. Ну, я думаю, что я тут их и уничтожу потом. Сейчас с гексосами разберусь, потом с нумибийцами пойду. С нумбийцами разбираться. У него там даже города не будет. Хотя, это уже культура, интересно, считается обращена ко мне. Ну, там город сделает... Не знаю, если он там город сделает, хорошо ли это или плохо. С другой стороны. Не знаю, надо подумать. Да, тут уже все в моей культуре, в моей религии. Есть лучник, пошли к гексосам. Гексосы. Эти просто пока стоят лечатся. Что за события? Игра в предсказания. Наши горожане массово увлеклись новой заморской игрой. Куда ни глянь, везде можно увидеть характерные игровые доски и фигурки. Заинтересовавшись новой забавой, вы пригласили известного гроссмейстера. Гроссмейстера. Еще до... до появления немецкого языка уже есть гроссмейстеры. Ну, тут, конечно, вопросы к переводам. Обучить вас этой игре и сыграть с вами партию во дворце в присутствии придворных. Однако, результат этого мероприятия оказался неожиданным. Как выяснилось, эта игра не просто развлечение, но еще и инструмент гадания. И ко всеобщему ужасу вам она предсказывает полный крах. Как вы будете реагировать? Умолчать о ситуации, игнорировать сплетни. Минус пять стабильности в Ашуре или суеверия, минус две науки. Ну, зависит от того, какая стабильность в Ашуре. В принципе, да, сотка. спокойствия. Города с большей вероятностью пройдут положительные события, но, блин, почему-то происходят так себе события. я наверно тогда заплачу. Деньги есть. Не хочу никаких отрицательных факторов, чтобы накладывалось. Зачем, если можно заплатить. Так, святилище строится. Тут подходим. тут шелк обрала. рост посмотрим. Да, все на рост стоит. Через два хода вырасти. Так, можно тогда добавить на производство. да, вот так, чтобы быстрее шелк обработался. Его еще покупать у меня будут. А потом можно промышленную промышленную райончик вот сюда бахнуть. Так, а в керме? Так, а давайте-ка я тут экспертную политику и на рост. 4 и 2 хода рост. Да, нормальный. Кстати, я бы здесь порт сделал. Ну, стабильность скоро повысится. Видите, тут все зашибись будет. Скоро. Ну, и на этом я, пожалуй, серию закончу. Еще и кокеболка обращена в нашу религию. Продолжение, ребят, завтра. Спонсоры канала могут поискать продолжение прямо сейчас во вкладке сообщества. Спасибо вам большое за поддержку. И, пожалуйста, не забывайте делать клипы. Я потом из этого такое мини- прохождение соберу. Делайте клип, кидайте ссылку в комментарии. Возможно, комментарий вам не будет виден, но я его точно вижу и потом он появится. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.